Седьмой класс, восьмая серия. Единицы измерения. Стандартная международная единица измерения отрезков – это метр. Метр. Один метр. Десять дециметров. Один дециметр составляет десятую часть метра. Один сантиметр – это сотая часть метра. Значит, один метр – сто сантиметров. Один миллиметр – тысячная доля метра. Значит, один метр – это тысяча миллиметров. Один километр – тысяча метров. Приборы, которые используются для измерения длин отрезков. Линейка, которая вам хорошо знакома. Вы пользуетесь линейкой на уроках математики. Штангенциркуль используется в строительстве. И рулетка для построения более длинных отрезков, которые имеют длину несколько метров. Первая задача. Отрезок 44 см разделен на 4 неравных отрезка. Расстояние между серединами первого и четвертого – 36 см. Найдите длину второго, если она в три раза меньше, чем длина третьего. Вот давайте обозначим крайний слева отрезок. Он будет иметь длину 2х. Это середина этого отрезка. Крайний справа, допустим, 2у. Это середина. Второй отрезок имеет длину в три раза меньше, чем длина третьего отрезка. Значит, если мы обозначим длину этого отрезка за А, то длина третьего отрезка будет в три раза больше. 3А. То есть В в три раза больше, чем А. Так, расстояние между серединами первого и четвертого – давайте покажем вот это расстояние – оно равно 36 см. То есть это х плюс А плюс В плюс у. Вот это расстояние – 36. х плюс у – это 44 минус 36, потому что длина всего отрезка 44. Если отнять от 44, то как раз и получится сумма х плюс у. Значит, х плюс у. 44 минус 36 – это 8. Так, ну а теперь мы из первого уравнения можем найти значение суммы А плюс В. Если х плюс у – это 8, значит, А плюс В – 36 минус 8. А плюс В равняется 28. В – это 3А. Значит, А плюс еще 3 умножить на А. Значит, получится 4А. 4 умножить на А – 28. Значит, А – 28 разделить на 4. А равно 7. Надо найти длину второго отрезка. Длина второго отрезка – 7 см. Ответ в этой задаче – 7 см. Вторая задача. Отрезок, длина которого х, разделен на 7 равных отрезков. Найдите расстояние между серединами крайних. Значит, если отрезок разделен на 7 равных отрезков, значит, длина каждого такого отрезка будет х седьмых. Надо найти расстояние между серединами крайних. Значит, если мы разделим х седьмых пополам, то получится х четырнадцатых плюс х четырнадцатых. Так, здесь тоже крайний делим пополам. Значит, здесь будет х четырнадцатых плюс х четырнадцатых. Так, а теперь давайте покажем расстояние между серединами крайних. Так, значит, это будет х седьмых плюс х седьмых плюс х седьмых, х седьмых, х седьмых. То есть мы взяли 5 раз. И еще х14 плюс х14, которые тоже составляют х7. Значит, 6 раз по х7. Это будет 6 седьмых х. Ответ в этой задаче. Третья задача. Итак, длина отрезка АВ 15 сантиметров. Найдите на прямой АВ все такие точки С, для которых АС равняется 4ВС. Сколько таких точек? Здесь, возможно, два варианта. Так, первый. Значит, допустим, АВ и точка С принадлежит отрезку АВ. И точка С отмечается таким образом, что АС в 4 раза больше, чем ВС. То есть если здесь х сантиметров, то здесь будет в 4 раза больше. 4х. А в сумме 4х плюс х будет 15 сантиметров. Значит, длина отрезка ВС 15 надо разделить на 5. Получится 3 сантиметра. Ну, а здесь, соответственно, 3 умножить на 4 – 12 сантиметров. Это первый случай. Так, но точка С может и не принадлежать отрезку АВ. Давайте рассмотрим второй вариант. Так, допустим, точка А, точка В, А, точка С находится на прямой АВ, но не принадлежит отрезку АВ. Так, если АВ 15 по условию задачи, вот, АС – это 4ВС. Значит, ВС, если будет равно 5 сантиметрам, вот как раз и получится АС 20, АВС в 4 раза меньше. 5 умножить на 4 как раз и получается 20. Вот это второй вариант постановки точки С на прямой АВ. Так, давайте. Продолжение следует...